Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну я, конечно, стою читаю, что вы себе уже делали Делали только в филокальной арке Там есть специальнаяic передач Ясно, что это было бы радость, научное сообщество И, поскольку на этой ситуацией Я сказал, что сегодня у нас две новости Одна очень хорошая, а только она совсем хорошая Одна хорошая новость, на время что это А вторая, как раз в этот же день, дума перерыва на лоди, на землю и на движение имущества. Это было очень приятно, потому что было неясно, что есть инвестиция. Но я потом приехал в медиум-зублев. Надо же быстро встречать и вечер. В другой же новости выстрелился для России и для общества отношений. Конечно, нечего пришли на взрослых домах, которые, правда, потом заставили, но надо за всеми раздражения. После того, как витаянная получила республику, создался здесь у нас в моих науках, орудий, монолитов, метров, гипер, 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 гипер. Он так не обнял, а мы говорили, слушай, Грай Андреевич, ты очень не идешь к нам. Ты боишься, наверное, ты думаешь, что у нас бусиковка. Я говорю, ты уверяешь, мы тебя не обидим. И многие говорят, мы тебя только поддержим. Честно, совершенно. У меня очень много было договоров с коллегами, с предметами, с соседями. Это была последняя, вот такая, последняя работа, с которой я... ...после того, как был опубликован этот доклад о модельном уставе, в доклад о модельном уставе я привезла с довольно хитрым образом. Значит, мне в тумбе показали, я в тумбе, в тумбе, в тумбе показали, секретный совершенно документ, который министерство образовательной мульки подготовило, и никому ничего не говорило, и хотели его выгодить. А вот там я посмотрел, и мне в это время позвонили из гонежи, комиссан, и стали спрашивать, как ты думаешь, что думать. Я говорю, знаете, какие-то сенсации настоящие. Да, конечно. Я говорю, давайте, я вот сейчас кинула по интернету, вот эту модельную уставе выловлю. Модельную уставу это опубликовали, и вы помните, какой-то был шум. Многим это не понравилось, что этот устав, у нас стояла довольно большая, такая дискуссия, перепалка с министром. Ну и, в общем-то, почти как на партии на собрании, вывод разбирательство моего повреждения. И человек 10 академиков, которые были в том, что в СССР, и в СССР, и в СССР сказали, что милиц абсолютно прав, и вообще говоря, не надо эти вещи надевать. И, представь, ладно, здесь, пожалуйста, для его умножка, конечно, визирцов. Ну и последний, вы помните, здесь визирц удача Байса, вот, это очень полезно, потому что, я думаю, что мы установили, это уже все, что Рознана, здесь 1 база, есть, это, например, контракт, это, в общем-то, дайфактах. И вот пошли выше. Виталий Владимирович был инициатором, как говорится, Георгиевна, он с самого начала встретил переписку Чубайска, это он пришел на Рознана, вот, и, в конце концов, я хочу догоничку с тем, что он его пригласил, его сам не мог быть, по единственным причинам. Значит, вот здесь мы встречались, мы уже говорили, Чубайска, что-то здесь, он, как понравилось, и общение с людьми понравилось. Виталий Владимирович, с детьми, он пригласил нас на обид, нас на улице, меня, Чубайса, Евгения Александровича, Евгения Александровича, и, вот, куда у вас выйдет на встречу. Это была очень интересная встреча, Чубайс сказал потом, у меня такое ощущение, что я разговаривал в форму. Мы говорили о забудке, много было вопросов, о государственных вопросах и так далее. И сейчас сказать, что мы немножко поддали так, что я университет, дайфактах, что ли. И потом, потом, как-то, нечаянно пошли, пошли на политику. Первый раз говорит, что происходит. Он, мы, в Леонгер, я берусь, что-то деревянного дарит, он, говорит, иногда гуляет, и, ну, что творится, что творится? Налево-направо, такие дворцы, вот такие, вот такие. Откуда все это дело? Откуда люди берут деньги? Что это такое? Вот коммунисты, при коммунистах этого никогда не было. Он вообще-то не любил коммунистов, или сейчас ругал, при которых говорят, ну, когда дело заходило до распределения. Он становится другим человеком. Чего я с вами говорю? Вы сказали, ладно, что-то, ну, что же случилось? У нас же демократия. Если есть деньги, то есть труд, покупаясь, и за это не порой есть. Мы ведь с вами, как бы, в одно, в одно филе, в одно пословие. Ну, а дальше, началось, Викторий Владимирович стал доказывать, что ему куда ближе другая ситуация. И, в общем, дальше, по-моему, стало слово «состролизм человеческим лицом». Это наш класс «состролизм человеческим лицом». Анатолий Владимирович вот так перейденул он немножко, и вот такой, вот, жесткий форум, я смотрю, что он получил. Короче, верят, спор был, который показал, что, несмотря на взаимную арену друг к другу, ну, конечно, Чубайс человек личный, головой, когда ему ставили задачи, неважно каких-то, и он наполняет довольно неплохо. Но, с другой стороны, Викторий Владимирович стал понять, что он, конечно, не поддерживает политические истинные отношения к ситуации в Польше. Потом они, как я сказал, помирились в людинах, надо было расходиться. Отдевили друг к другу книжки, и Чубайс еще разговаривал для восхищения этой встречи. Мишки, где стали, потому что доволен, Чубайс как стоит, и стоят его коллеги. Он спрашивает, слушай, я не слишком уходил. Мне это впечатление, что это не так. Я говорю, по-моему, нет, он просто, когда я наезд в институтской позиции, я говорю, что, ну, что я, естественно, я с вами спорил, что я буду беседовать, было значительно жестче, потому что моя позиция, она, наверное, более про обоих порей. Мы не лево, о чем. Мы не лево, о чем. Все вы помните, конечно, его борьбу. Ну, не борьбу, так сказать, дискуссию по памяти. В общем, это было очень приятно всегда. Очень мало людей, как это содержал. Письмо здесь, я где. Почему? Что? Папа лево, да? По-моему, по-моему. Вы не лево. Олекс. Да, мы. Да. Я и Владимир был против любого преподавания религии, религии школы. Мне когда Афон сказал, что пусть они думают, что они, что это бедяна, но мы-то знаем, что это бедяна. Это ключевая радость, конечно, в убийстве и главного показателя, что странная политика страны, когда не отпускают на такие странные вмешательства, следствия нормальной жизни людей. Ну и заключение, я думаю, что Москова буквально, конечно, Скорь Латович не очень помог, который в последнее время у нас был очень много контактов. Он, когда был у него юбилей, ну, как я говорил, в начале т fluids, он говорился с Путиным о построении в театре, например, в проектах за гитартура сверпроводимости, вещание было давно. Но до этого года он запревалось, ну, года-два, в конце концов, вот эта зотея, его идея, она сейчас развивается, Мы получили деньги, получаем второй год. И мы получаем авару, который здесь. Потому что мы сняли, когда приятно, потому что мы сняли в бизнесе, и сняли в бизнесе. Сняли в бизнесе. Сняли в бизнесе. Нам надо было очень хорошо договориться. Я думаю, что и в Г-2 там будет замечательный, современный центр, который, конечно, настоящий Владимир Сталин Владимирович. Ну, и я ему случайно благодарен за его вводить в последнее время. Я думаю, что в память о том, что мы сейчас будем в бизнесе. Субтитры создавал DimaTorzok В ноябре. Ну, в всяком случае, я думаю, что наша сессия связана с тем, что четвертая игра была в день рождения. А сегодня как? У себя игра, 24 года. И мне кажется, что надо регулярно. Мы стараемся не на запрещениях, не на запрещениях. Я прошу простить, что я говорю, может, не о том, о чем следует говорить. Я не знаю, но мне кажется, что такие вещи тоже надо знать. Потому что, ну, исключительно необычные, широкие и милосознанные запрещения и оболитки, и оболитки, и оболитки. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ